Доброе утро, ребят! Вы только гляньте, какое солнышко яркое! Ура! Солнышко! А у нас, тем не менее, за окном снег. И холод собачий. Когда же уже будет тепло? Видели, сколько снега? И минус один. И это так холодно, что даже на улицу выходить не хочется. Доброе утро! У меня сегодня будет новый вложек. Постараюсь для вас снять самое интересное и полезное. Приятного просмотра! Как обидно то, что мне нельзя пить кофе. Я его очень-очень-очень любила раньше. Особенно свежесваренный. Ребят, напишите, вы любите растворимый кофе, либо тот, который варится? У нас есть с мужем определенная мечта себе кофеварку, чтобы вот так вот с утра не стоять с туркой, не контролировать ее. У меня плита, сорян. Сейчас буду наводить порядок на кухне. Ее сейчас отмою. Вчера просто вечером уже не оболосил. Ну так вот, у нас с мужем есть мечта. Хорошая кофеварка. Так, мне главное тут не переблюдить, не переварить его, да? Чтобы он был вкусный. И чтобы вот так не стоять, не контролировать, поставил, нажал на кнопочку и вперед. Только капсульную не хочу. Капсульную мы не хотим, мы хотим такую. Куда засыпается кофе. Да, супруг? Так странно, да? Как называется? Супруг. Как вы относитесь к этому? Супруг, супруга. Так, еще немножечко прокипятим. И выключаем. Все. Пойдемте пить кофе. Дарвин, жалуйся. Что ты сейчас только что мне хотел сказать? Ну, что ты отворачиваешься? Мышку увидел? Ты думаешь, в холодильнике мышь повесилась? Ты хочешь ее поймать? Дарвин, она может там повеситься. Ее даже иногда таракана вытаскивают, когда мы не блюдим, что находится в холодильнике. Бывают такие дни. Ребята, у вас бывает дни, когда в холодильнике вешается мышь, ее оттуда таракана вытаскивает. И нужно в срочном порядке запасать продовольствие. Ровно секунды три назад, перед тем, как я начала снимать и взяла камеру, Дарвин ходил за мной по пятам и мявкал. Вот что-то он возмущался, возмущался. А сейчас, видите, как наказанный ребенок сел на стул, отвернулся, надул губу, надул губу и сидит. Ты чего надул губу? Дарвин? Да ладно, давай мириться. Давай, давай мизинчиками мирись-мирись и больше не дерись. Давай. Ну да, Арвин. Давай. Вот что, все. Что, мир, дружба, жвачка? Да, котяра? Пойдем на улицу прогуляемся еще, в снежок пойдем. Там еще вроде бы холодно осталось. Еще и не лежит. Пойдем. Мне кажется, тебе понравилось. После вчерашнего, да? После вчерашнего тебе понравилось? Ну все, пора завтракать уже. Да? А потом потренироваться еще. Поразминать спинку. Ребята, вы с утра делаете разминки каких-нибудь частей тела. Так, с моим пролетарским происхождением в камеру не надо. Давай, 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 давай. Все. Мурлыка. Слышите, как он мурлочит? Мурлыка. Слышите, как он мурлочит? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 человечество да так скажем я была очень сильно в этом удивлена потому что день мужчин есть в ноябре это по моему 1 суббота ноября если мне память моя никак там не подводит а вот день защитника отечества это день защитников как мужчин так и женщин то есть это всех военнослужащих всех тех кто хоть так или иначе относится к армии правильно то есть как бы изначально этот праздник праздновали красноармейцы это был указ для того чтобы был указ свыше в ссср собрать подарки 23 февраля всем красноармейцам из 19 года 1919 года все начали праздновать этот праздник почему я сейчас решила во влоге эту тему поднять не для того чтобы блеснуть умом и кого-то там засадить а для того чтобы просто как-то внести ясность наверное для вас для себя просто немножечко начинает работать именно себя если есть праздник примеру день учителя мы же не идем всех поздравлять там бабушек дедушек всех на прохожих на улице правильно и там с днем инженера мы не поздравляем тоже всех мы индивидуально всех инженеров там той или иной отрасли поздравляем учителей поздравляем там как-то ведь ведем разграничение я считаю что и военнослужащих тоже должны быть разграничение они должны если есть их праздник 23 февраля когда они его празднуют то пусть они его празднуют и давайте мы всех военнослужащих всех тех людей и мужчин и женщин и те кто ушли на пенсию именно их поздравлять они будем делать солянку мне кажется так как-то не очень правильно когда из праздника по незнанию своему просто люди делают какой-то балаган потому что но это какой-то бред ребята напишите свое мнение по этому поводу что вы скажете стоит ли все-таки фильтровать в праздники и поздравлять индивидуально тех людей кто к нему так или иначе относится либо как-то разграничивать потому что либо все это в солянку делать потому что вот к примеру день матери мы же не поздравляем всех женщин правильно мы поздравляем индивидуально матерей кто так или иначе мать мы их поздравляем там девочку трех лет мы же не поздравляем с Днём Матери, правильно? Так что вот. Мне хотелось с вами поделиться этой темой, потому что что-то у меня как-то, я читая посты, меня это немножечко бомбануло. Что такое, сын? Что это? Что это? Вот ты можешь шарфик сними, что у меня что-то как-то сидишь в этом шарфике упакованной. А когда папа? Папа, когда сейчас папа придёт? Я вам покажу, что мне дать бы дарила. Да, мы только что были на занятиях с Кириллом, и девочка с которой мы занимаемся. Тоже с нами находится там, она, так скажем, наш компаньон на занятиях. Она подарила нам подделку. Сейчас вам покажу. Вот такая вот щука. Это девочка, ей вот 7 лет практически. Кирилл занимается с девочкой, которой практически 7 лет. Они ходят к учительнице. И Кирилл рядом с ней. И она подарила ему из своей личной библиотеки вот такую вот книжечку про космос. Кстати, Кирюха, на удивление, мое удивление. Держи, сын. Он очень любит именно такого рода... Держи. Такого рода книги. Он любит космос. У нас, наверное, в года 3 появилась первая книга. Она была, по-моему, о поездах. Не мультяшный вариант, чтобы вы понимали, а именно строительство поезда. И причём это была книга о каком-то определённом поезде, по-моему, какой-то там был швейцарский, либо не швейцарский, какой-то, в общем, вагон, который супер-пупер. Так что у меня, Кирюха, такой любитель посмотреть там про Титаник, вот он все уши может прожужать, про землетрясение. Ему прям интересны вот такие вот вещи. Хотя, я знаю, что наверное, рановато, но это не я ему навязывала их. Давай, Кирилл, с тобой посмотрим про Титаник и что такое землетрясение. А он лично сам. Что я хочу когда увидите такую, вот просто летайте в космос. Кто это, Кирилл? Вот это кто у нас? Как он называется? Наверное, метеорит. Когда увидите. Метеорит. Метеорит. Проживал. Нет, ещё раз, метеорит. Девочки, я хочу снять видео мамочкам, если это интересно, тоже дайте знать именно как бороться с тем, когда у ребёнка неожиданно для вас поставили диагноз задержка развития речи. Если, к примеру, у вас ребёнок, за которым вы наблюдите, занимаетесь и... Да, сына. Смотрите, когда он падает, когда он падает, чем на солнце в воздух улетает, да? Да. Сейчас, сына, дай это скажу. Дарушку, да. И, к примеру, у нас ситуация, когда нам неожиданно поставили этот диагноз, именно диагнозом задержка развития речи, то есть он как бы с логопедами мы занимаемся по тому, чтобы поставили звуки, то есть как бы вот это. Если вам интересно, я отдельно прям сниму болталку, расскажу, поделюсь с вами опытом, только если вам интересно, дайте, пожалуйста, знать в комментариях. Так что вот так, имейте в виду, я готова с вами на эту тему поболтать. Кирюха показывает. Лайки, да. Ты лайки хочешь, чтобы поставили? Дайте мне лайки. Подписывайтесь мне на лайк. Я вижу, вы не подписитесь. Подписи, не подписи. О, пошли, да.